8 месяцев на самоизоляции, а вы бы выдержали? Вот и среди пожилых людей отсиживаются далеко не все. Возможно, лишь те, кому и без того ходить непросто. В поисках законопослушных бабушек и дедушек мы нашли Надежду Помогаеву. И помочь ей она попросила нас в первую очередь. Пожилые люди сидят дома с марта месяца. У некоторых нет возможности элементарно пойти и купить продукты с лекарствами. Сегодня нас попросили купить гречневую крупу и средства от тараканов. Да, даже такая помощь нужна сейчас людям. Всю жизнь отработала в педучилище, затем пошла на пенсию. Чтобы не сидеть без дела, создала клуб помощи инвалидам. И в 70 лет Надежда Помогаева стала помогать другим. И мы ходили по домам инвалидам. У инвалидов мы делали тоже там уроки. Уроки плетения, уроки вязания. И даже самодеятельность там среди них устраивали. Сейчас Надежда Ивановна очень одинока, живет одна. К ней приходят волонтеры, но этого общения старушки мало. Для нас она разложила фотографии, газетные вырезки, даже прочитала стих собственного сочинения. Да вы дайте детям деньги, да и летите на Луну. Дорогие наши дети, мы и там не пропадем. Мы картошечку посадим и посылку вам пришлем. Еще одна законопослушная бабушка Таисия Архипова. Говорит, здоровье уже не тот, да и времена неспокойные. Дальше балкон или подъезда не ногой. Например, на почтовом ящику взять свои журнальчики, которые я выписываю. Или же уж вытащить мусор, хотя мне помогают соседи, вот дверь в дверь. Помогают соседи, иногда заглядывают волонтеры. У меня сынуля тоже за отделением пернатального центра, кандидат медицинских. Но он работает южно-сахалинский. Далеко, конечно. Среди тех, кто строго соблюдает самоизоляцию, достаточно и работающих пенсионеров. Для них домашний режим – гарантия соцподдержки. Хочешь получить помощь от государства – не выходи из дома. Однако каждый день на улицах в общественном транспорте полно бабушек и дедушек. Камеры они не боятся, останавливаются и вкратчиво объясняют, соблюдают ли домашний режим. Соблюдаете? Да. А на улицу часто выходите или только по необходимости? Есть, захочу, пошел. Обязательно. Маску носить и дома сидеть. А вы почему не сидите? А в магазин пошла купить рыбки. Мы вот ходим в аптеки, в магазины. Я вот в поликлинику сейчас вот ходила. И либо дел у пенсионеров действительно много, либо за 8 месяцев они уже научились отвечать на вопросы грамотно. И тем не менее власти просят их оставаться дома, а полицию напоминать пожилым людям о бережном отношении к своему здоровью. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком.